Баруха Шэм, благословенное имя Господне! Сегодня со мной моя прекрасная супруга Синтия, и мы будем говорить об одном из главных богословских вопросов Библии. Помнишь, дорогая, в библейской школе ты видела, что я постоянно с кем-то спорю на богословские темы? И одной из главных тем в наших спорах был следующий вопрос. Это Бог выбрал нас, или мы выбрали Его? У людей на этот счет разные мнения. Ты помнишь это время? Что ты тогда думала обо мне, когда я спорил на эту тему с людьми? Мне нравятся ваши живые споры. Вы закидывали друг друга аргументами и стимулировали размышлять о Боге. Поэтому мне очень нравилось за вами наблюдать. Но также я знаю, что когда ты впервые поделился посланием, которым ты собираешься поделиться сегодня, это изменило мою жизнь. Когда я училась в колледже, я хотела понять, кто такой Бог. Хотела познать Его и для чего я живу. Но я знала, что не все об этом задумываются. И мне это было непонятно. Поэтому, когда я услышала это послание, я знала, что это истина, и это принесло мне свободу. И моя молитва сегодня, чтобы вы тоже обрели свободу, и через это послание осознали, кто вы и что значите для Господа. Баруха Шем, благословенно, имя Господне. Я с удовольствием продолжаю серию под названием «Как Иисус совершил библейский иудаизм». Это второй выпуск второго сезона этой серии. Прежде чем приступить к самой теме, я бы хотел объяснить само название этой серии. «Как Иисус совершает библейский иудаизм». Я дам вам несколько нюансов, которые, как я считаю, будут вам полезны. Во-первых, тот иудаизм, который практикуется евреями по всему миру в наше время, называется раввинистическим иудаизмом. Когда был разрушен храм в 70-м году нашей эры, уже невозможно было практиковать иудаизм в той форме, в какой он подается в Торе. Уже не было храма, куда можно было бы приносить жертвы, а большая часть иудаизма была сконцентрирована как раз на храмовых жертвоприношениях. Для чего приносились жертвы? Дело в том, что в ходе жертвоприношений изливалась кровь, а Господь сказал в книге Левит 17 главе 11 стихе, что душа отсела в крови. «И я назначил ее вам для жертвенника», — сказал Господь, — «чтобы очищать души ваших, ибо кровь сия душу очищает». Итак, в Иерусалиме стоял храм, при храме были священники, приносящие жертвы в храме, и когда они убивали невинных животных и проливалась кровь, как символ того, что отдавалась их душа, через это человечество могло иметь отношение со святым Богом. То есть кровь закланных животных символизировала собой искупление. Душа тела в крови. «Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души вашим». Даже в Песах, когда народ Израиля исходил из Египта, от них требовалось, чтобы они окропили косяки дверей своего дома кровью агнца, а сами закрылись в доме. И когда ангел смерти будет проходить по земле, те, кто оставались в доме, окропленном кровью, были спасены. Поэтому для того, чтобы практиковать библейский иудаизм, нужно было бы приносить жертвы в храме. И сам храм все еще должен был стоять со всем священством, приносящим жертвы. Но в иудейском мире сегодня этих трех столпов больше нет. Нет ни храма, ни жертв, ни священства. По большому счету, иудаизм, описанный в Писании, практиковать уже невозможно. Где-то в 90-м году нашей эры состоялся совет иудейских лидеров. Его часто называют «явненский совет». А вот что обсуждалось на этом совете. Поскольку храма больше нет, и невозможно приносить жертвы, как не допустить, чтобы народ стал разрозненным? И в результате возник раввинистический иудаизм. Храм, жертвоприношение и священство были заменены литургией и церемониальными обычаями. Поэтому, назвав серию «Как Иисус совершает библейский иудаизм», я не имею в виду раввинистический иудаизм. Современную версию иудаизма, которую иудейским лидерам пришлось придумать, поскольку они больше не могут практиковать то, что прописано в Торе. Я не имею в виду, что Иисус совершает раввинистический иудаизм. Он для меня не так важен. Но моя задача — показать вам, как Иисус совершает библейский иудаизм. Я возвращаюсь к Торе, к записанному Слову Божиему, чтобы показать вам, как Иешуах Амашех, о ком говорили древние пророки, совершает Танах, еврейскую Библию. Итак, мы говорим с вами ни о чем ином, как о Божьем плане спасения. Мы уже говорили об этом на прошлой неделе. Я делился с вами тем, отличается ли план спасения, изложенный в еврейской Библии, с планом спасения в Новом Завете. Люди в Ветхом Завете спасались каким-то иным образом, или точно так же, как люди получают спасение сегодня? Вот в чем состоял наш вопрос. Я отвечал на этот вопрос, обратившись к жизни Авраама. Авраама называют отцом всех верующих. Он также является отцом иудаизма. Когда мы говорим о еврейских патриархах, мы говорим об Аврааме, Исааке и Иакове. Все началось с Авраама. Новый Завет называет Авраама отцом всех, кто верует. А также Новый Завет утверждает, что сегодня благословение Авраама принадлежит всем, кто верует в Иешуа. Бог сказал Аврааму, что в его семени благословляются все народы земли. Я повторю вам это. Бог сказал Аврааму, чье имя потом было изменено на Авраам. Авраам, через твое семя все народы земли будут благословлены. Через семя Авраама весь мир будет благословлен. В Новом Завете сказано, что под этим семенем имеется в виду сам Иешуа. Через Иешуа семя Авраама весь мир может быть спасен, может быть благословлен. Итак, вооружившись этой концепцией, имея Авраама как отправную точку, мы взглянем на план спасения и зададимся вопросом. Люди в Ветхом Завете получали спасение как-то иначе, не так, как в Новом Завете, или точно так же? На прошлой неделе я начал отвечать на этот вопрос. Мы увидели, что люди получали спасение точно таким же путем. Авраам был спасен через веру. Он оставил землю, где жил со своими родителями, идолопоклонниками. Он ушел оттуда, чтобы следовать за Богом в землю обетованную. А теперь послушайте, каким образом Авраам обрел веру на то, чтобы оставить свою землю. Мы читаем об этом в 12 главе Бытия. Бог сказал ему, «Встань и выйди из этой земли, следуй за мной, и я обильно благословлю тебя. Я прославлю имя твое». То же самое мы читаем в 17 главе Бытия. Бог снова является Авраамом, подтверждает свой завет с ним. Как Авраам обрел веру, чтобы последовать за Богом и войти в обещанное благословение? Он смог это сделать только после того, как принял веру. То есть не было бы у Авраама веры, он не оставил бы урхалдейский и не последовал бы за Богом неизвестно куда. Аврааму удалось найти в себе силы, чтобы оставить все и последовать за Господом благодаря обретенной вере. Но вопрос, откуда пришла эта вера? Источник этой веры в самом Аврааме. Это он просто так долго размышлял о Боге? Что получил откровение о нем, будучи настолько сфокусированным на Господе? Нет, Авраам был идолопоклонником. Но послушайте, церковь. Вера Авраама пришла к нему как дар от Творца. Точно так же, как и для вас, вера — это подарок от Бога. К примеру, в Бытие, 17 главе мы читаем о том, что Авраам просто сидел и вдруг к нему обратился сам Господь. Я хочу вам сейчас прочитать это место. Книга Бытия, 17 глава, 1 стих. Тут сказано, «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий». И мы читаем приблизительно те же слова чуть ранее, в 12 главе книги Бытия, в 1 стихе. «И сказал Господь Аврааму, Авраам услышал голос Божий, «Послушайте, церковь, он пережил личную встречу с Богом, Господь явился ему во славе». Разумеется, когда вы слышите голос Божий, совершенно ясно в вашем духе и наяву, когда Бог является вам во славе своей, у вас появится вера. Бог настолько велик, что когда Он приходит, уходят всякие сомнения и всякая тьма. Они развеиваются в Его присутствии, в Его чудном свете. Именно это и произошло с Авраамом. Как если в комнате, где темно, мы вдруг включаем свет, то вся тьма исчезает. Авраам смог последовать за Богом, потому что у него была вера. И его вера была даром от Бога. А теперь задумайтесь, не у всех была вера, но Авраам обрел веру, потому что Бог сам выбрал дать ему веру. И это же говорит Библия «Библия о нас с вами сегодня». Бог даровал нам с вами свою удивительную веру. Крайне важно научиться твердо стоять в Слове Божьем, полагаться на это Божье Слово. И тогда, с помощью Слова Божьего, мы сможем отразить всякий страх, который мы можем испытывать перед дьяволом и перед злом. Послушайте, что говорит Иисус. «Се даю вам власть наступать на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». «Противостаньте дьяволу». «Ибо тот, кто в нас, больше того, кто в мире». «Приведите сюда эту женщину». «Вы видите, что с ней происходит? В ней проявляются бесы». «Иисус ходил по всей окрестности». Он проповедовал Евангелие, исцелял больных и бесноватых освобождал от бесов, пленивших их жизнь. Посмотри на меня. Сатана, я приказываю тебе оставить эту женщину. Ты хочешь получить свое освобождение? Отлично. Просто смотри мне в глаза. Вот и все. Да, все хорошо. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Господа Иисуса. Я хочу показать вам место в послании Ефесианам, чтобы вы могли убедиться в том, что Ветхий Завет, еврейская Библия, и Брит Хадаша, Новый Завет, в точности соответствуют друг другу, и что план спасения в обоих Заветах совпадает. Все начинается с веры. А вера — это дар от Бога. Я начну читать со второй главы послания Ефесианам с первого стиха. Это Слово Божие. Павел здесь обращается к верующим, то есть к нам с вами. Он говорит «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя Господствующего, во воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления. И теперь послушайте. Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». То есть Павел говорит, что мы ничем не отличаемся от других. До того, как Иисус пришел к нам и открылся нам, мы были мертвы в грехах и беззакониях. Мы были духовно мертвыми и жили во тьме. В нас не было чего-то особенного, чтобы выделяло нас из среды остальных. Павел сказал, что мы были по природе чадами гнева, как и прочие. То есть сами мы ничем не отличались. Но отличие было в самом Боге. Четвертый стих говорит, «Бог, дело было не в нас, а в Нем. Мы по своей природе были чадами гнева, как и прочие. Но в чем же было отличие? Это Сам Бог». Скажите вместе со мной «Бог». Четвертый стих говорит, «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, Которую возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». И затем в восьмом стихе Павел продолжает говорить о благодати, которая нас спасла. Послушайте внимательно. «Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар». Это крайне важно понять. Церковь, возлюбленные братья и сестры, нам, людям с американским менталитетом, кажется, что для того, чтобы Бог был справедливым, Он ко всем должен относиться абсолютно одинаково. Но Бог никогда не относился ко всем людям одинаково. Он говорит, «Кого миловать, я помилую». Он сам решает, кому обращать свое сострадание и с кем быть более жестким. Бог сам по своей воле избрал нас из всех людей мира и спас нас по благодати через веру. Точно так же, как Он сам избрал Израиль из всех народов на земле и открылся им, начиная с Авраама. Опять-таки, Авраам был духовно мертвым, он не знал Бога, но Бог обратился к нему, он явился ему. От этого в сердце Авраама зародилась вера, он последовал за Богом и даже был готов принести в жертву сына. Но его вера была даром Творца. Это Бог его выбрал. Он явился ему и заговорил с ним. И в результате вера, которая была ему дана, он смог последовать за Богом и быть послушным ему. Точно так же это работает и сейчас. Все мы веруем только потому, что у нас в сердце есть вера. Во времена Авраама все на земле веровали. О, нет. Потому что они не получили такого откровения о Боге, какое получил Авраам. Я хочу прочесть вам слава Бога, какие читал на прошлой неделе. Это Второзаконие, седьмая глава, седьмой стих. Господь обращается к Израилю. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь». Вот это слово. «Избрал Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов». Это очень важно понимать. «Которые на земле». То есть, послушайте, здесь мы опять видим, что Бог не выбрал всех, но Он избрал народ Израиля из всех народов земли. И теперь следующий стих. «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов на земле». То есть, Господь говорит, «Я выбрал вас не из-за того, какие вы, но Я выбрал вас, потому что Сам Бог выбрал излить на вас свою любовь». Точно так же, как мы сейчас читали в послании Ефейсанам, что мы тоже были, как прочие. Точно так же, как Израиль сам по себе ничего зрелищного собой не представлял. Они ничем не отличались от других, не были какими-то особенными. Бог сказал, «Вы малочисленнее всех народов». Я помню, Бог говорил о них, что они народ упрямый, жестоковыйный. Иисус говорил, «Кого из ваших пророков ваши отцы не побили камнями?» Моисей перед смертью сказал, «Вы народ упрямый, и вы отступите от Господа». Бог избрал их и возлюбил их не потому, что в них было что-то особенное, но это был личный выбор Бога. Он так захотел. Точно так же, как мать любит дитя, вышедшее из ее чрева, не потому, что этот ребенок какой-то особенный, но ее материнская любовь заставляет ее любить свое дитя. Этим я хочу сказать вам, возлюбленные братья и сестры, что мы пришли к Иисусу по той же причине, по которой Авраам последовал за Богом, и по той же причине, по которой Бог избрал Израиля. Мы пришли к Иисусу, потому что Бог избрал нас для этого. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 15, 16, «Не вы меня избрали, но я вас избрал». А сейчас я хочу, чтобы мы вернулись к посланию Ефесиным. Мы уже увидели в этом послании, что мы по своей природе были чадами гнева, как и прочие, до того, как мы познали Господа. Мы все жили по плотским похотям и были мертвы по грехам и беззакониям. Мы не знали Бога. Но вот что все изменило. Мы прочли это в 4 стихе 2 главы Ефесиным. Вмешался сам Бог. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил. То есть, отличие было не в нас, не мы его избрали. Это Бог избрал нас. Я прочту вам из 1 главы послания Ефесиным с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа». Вы обратили внимание на слово «избрал»? Еще раз, 4 стих. «Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира». Что Бог сказал Израилю? «Я избираю вас быть Моим народом из всех народов мира». Церковь, четко уясните для себя, что Отец избрал нас в Иисусе, и поэтому мы уверовали. Вот почему Иисус сказал, «Не вы Меня избрали, но Я вас избрал». Вот почему Иисус сказал, «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец». Мы рассмотрим это место из 6 главы Иоанна в следующий раз. Когда вы знаете, что вы избраны, когда вы знаете, что верите в Бога, потому что Бог дал вам дары веры. Так же, как Авраам поверил, когда Бог сверхъестественно дал ему дар веры. Когда вы знаете, что были избраны прежде создания мира, что Бог предузнал вас и возлюбил, и что Божье решение избрать вас не основывалось на том, что вы особенный. Когда вы знаете, что это не вы Его избрали, но Он избрал вас, когда вы знаете, что вы избраны, вы сможете узнать, кто вы. Вам будет легче жить для Иисуса, потому что вы будете знать, что это и есть ваше предназначение. Бог сказал, «Я избрал вас, прежде создания мира». Когда вы знаете, что избраны, и ничто не поколеблет вашу веру, никакие аргументы атеистов. вас никто не разубедит, вы будете ходить в совершенной радости, потому что вы знаете, что вы верите благодаря тому, что вы избраны. Раз вы избраны, то вы укоренены в вечности, и это вас обязательно укрепит. Поэтому прошу вас, примите это. Я очень люблю вас, и Бог тоже очень сильно любит вас. У Него есть для вас особый подарок. Не пропустите следующую программу. Бог укрепит вас на пути в вечность. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхвэ, Бог Израэля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Да обратит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Я молюсь о том, чтобы Бог сделал для вас нечто особенное. В это особое время в году, одно из того, что указывает на то, как сильно Бог делает ударение на этом времени в году, это то, что три раза в году Бог велеть своему народу приносить Ему особые жертвы. И кульминацией этих осенних святых дней было то, что весь народ приходил в Иерусалим, чтобы принести Богу Отцу особую жертву. Я приглашаю вас в этом году принести Богу особую жертву, посеяв служение, узнавая еврейского Иисуса. Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять, правда в том, что мы достигаем людей во всем мире, но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать. Если Бог благословляет вас через это служение, если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать, я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу через служение, узнавая еврейского Иисуса. Все, что вы делаете, вернется к вам мерую добрую, утрясенную и нагнетенную. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На земле многие из нас верны Господу финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране. Или позвоните по номеру, который вы видите на экране. И помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Мы ждем вас. Иисус родился иудеем, жил иудеем и умер иудеем. Его первые последователи были иудеи. Но все же христианство и иудаизм разделены. Раскопайте исторические факты, стоящие за этим великим разделением, с помощью новой книги Керта Шнайдера «Лев Иудин». Равин говорит о том, что две религии, которые поклоняются тому же Богу, идут разными путями. Но однажды христианство и иудаизм объединятся под знаменем Мессии и Иешуа. Узнайте, как соединены между собой Ветхие и Новые Заветы, и как Иисус совершает иудаизм. Не пропустите следующий выпуск, в котором Равин раскроет тему предопределения, и что об этом говорит нам Библия.